Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. И мы держим руку на Олимпийском пульсе. Лучники разыграли кубок Самарской области. Самарские паралимпийцы не поедут на Олимпиаду в Рио. Российская паралимпийская сборная не поедет на игры в Бразилию. Такое решение принял спортивный арбитражный суд после апелляции Паралимпийского комитета России по поводу отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпиаде. Свой вердикт Паралимпийский комитет вынес, опираясь на доклад Макларена. В нем говорилось о якобы исчезновении 35 положительных допинг-проп российских паралимпийцев. В национальную сборную вошли и 7 самарских спортсменов. Вероника Доронина и Николь Радамакина – лёгкая атлетика, Сергей Сухарев и Вячеслав Ленский – плавание, Наталья Далёкова и Николай Крыгин – пулевая стрельба, Сергей Батуков – велоспорт. Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября. Мастер спорта СССР Алексей Подгорнов начинал стрелять из лука еще в Советском Союзе. Тогда Тольятти был столицей этого вида спорта в Куйбышевской области. Сейчас ветеран тоже в строю, не пропускает ни одного областного соревнования. Ностальгия по былым победам не дает Подгорнову оставить стрелы в Колчане. Спорт – это такая область, где можно независимо от социальных каких-то факторов, семейное положение, школы, найти себя, доказать, что ты что-то можешь, достичь какой-то рубеж. Сборная Куйбышевской области была чемпионами неоднократными России по урожаю. Многие попали в сборную России общую по юниорам. Спортсмен выбирает любой лук для стрельбы – блочный, традиционный, классический, то есть олимпийский или длинный. Игорь Мантусов освоил блочный 8 лет назад в Москве. Приехав в Самару, организовал один из этапов Кубка страны из этого оружия. Блочный лук универсальный. Из него стреляют и на классической стендовой стрельбе на стадионе, и на 3D, то есть в лесу по имитациям животных и птиц. Кубок области по стрельбе из лука проходит по классической схеме – 6 подходов по 6 выстрелов. И так два круга. В итоге после 72 попыток попасть в десяточку определяется чемпион. На трех дистанциях – олимпийских – 70 метрах, а также 50 и 35. Свои коррективы в борьбу за медали внесла погода. Сегодня ветерок достаточно сильный. Еще хорошо, что он попутный, стрелы уносит, задирают хвосты, идут ниже. Видите, как у меня развивается? Достаточно порыв ветра. Достаточно сложная погода для стрельбы. Но ребята молодцы. Минус счетов нет, во всяком случае, что говорит о хорошей подготовке. Кубок Самарской области разыграли спортсмены из Самары, Тольятти и Новокубышевска. Всего 30 лучников. Победу праздновали Игорь Мантусов и Алексей Подгорнов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.